доброе утро добро пожаловать в очередной влог день рабочий из великобритании у нас сейчас еще только 7 утра 7 10 утра мне вообще нужно уходить уже вот но у нас наконец-то прекрасно погода хотя почему-то в британии эта весна очень холодная вот у нас плюс 12 градусов что ну довольно так холодно для апреля вот так что сегодня хорошая погода наконец-то что на прошлой неделе был дождь всю неделю сейчас я уже скоро буду уходить пойду на станцию поеду в портсмут на работу и буду вам все рассказывать а а а а а а Вот я уже на поезде из Солхамптона в Портсмут ездила миллион раз, но сегодня было очень красиво, солнце потихоньку вставало и очень ясно, и очень красиво. Каждый раз как будто бы я что-то новое узнаю и увижу, потому что сегодня я увидела аббатство, крепость, которую я раньше вообще никогда не видела по пути. И самое классное, что когда ты слушаешь правильную музыку под настроением, то все становится очень даже хорошо. Вот поэтому я сейчас иду через парк, а сзади меня там я пропускалась этим летом, точнее прошлом летом. Я сейчас иду на ланч, у меня будет час и десять минут ланча, так что обычно я не ем и все это время, я просто иду куда-нибудь гулять, вот. Так что я сейчас иду в центр. Смотрите, я напротив Дэни Шама билдинг, там где у меня. И сутки смогли гравитация и все такое, но я совсем забыла, что сейчас весенние каникулы, поэтому вообще никого нет. А я думаю, а чего никого нет, с чего весь сегодня поезд был весь пустой. Оказывается, сейчас две, три, даже три недели весенних каникул. Я уже возвращаюсь с ланча. Вот, добрый офис, сниматься ничем. Потому что я буквально за час уже проверила все имейлы, которые накопились за выходные, и всем ответила, все сделала, и я реально ничего не делала. Поэтому я всегда с собой беру компьютер, занимаюсь своими делами, пытаюсь все-таки доделать курс по физике, когда бывает мотивация, ну или просто что-нибудь там где-то делала. Я уже пришла домой, так что сейчас где-то почти уже 7 часов. Хочу вкратце рассказать, что я вообще занимаюсь на работе, если чем-то и занимаюсь. Прошло уже две недели, по-моему, сейчас идет третья неделя работы. Так вот, за все эти две недели чем я занималась? У нас в университете проходят различные ивенты, например, в школу программирования School of Computing. Там проходит, типа, applicant experience day, то есть для аппликантов почувствовать, какого это учится в университете. Мне нужно было нанять наших амбассадоров, им разослать имейлы, чтобы они подтвердили свое участие, чтобы они пришли и это все со всеми согласовать. Очень много различных ивентов помимо этого тоже происходит. Большой будет ивент у нас 22 апреля для всего факультета. Вот этим я сейчас тоже занимаюсь, но в основном это просто отправлять имейлы лекторам, профессорам в различные школы, в университете, как бы кафедры и все. И как бы общаться и все координировать друг с другом. Вот это все. Ну, обычно мне на это уходит очень мало времени, и я с этим очень быстро справляюсь. Обычно минут 10 всего. Ну, может, полчаса в день на это уходит. Потом остальные где-то полчаса, возможно, уходит на то, что я отвечаю на наш главный имейл, который называется tech inquiries. Там приходят все имейлы именно к факультету технологии, и я в основном отвечаю там на все имейлы, которые приходят. Либо перенаправляю людей, либо там отвечаю на запросы абитуриентов и вот это все. Ну, обычно очень достаточно немного приходит в день, поэтому уходит мне на это где-то опять же полчаса. Вот, короче, отвечать на имейлы и занимать где-то час-полтора в день, и просто плюс-минус, если что-то придет, я сразу отвечаю. Вот, но обычно не очень много времени от дня. Вот, на прошлой неделе я еще чем занималась, это распределяла заявки абитуриентов по полочкам. Короче, у нас есть онлайн-система, куда можно зайти, я могу посмотреть всех людей, кто подавался в университет и на каком этапе они находятся. То есть, либо они только еще подали, либо они приглашли на интервью, или им отказ, либо conditional offer, либо unconditional offer, либо уже они приняли заявку. В общем, я это выгрыжаю в Excel, и потом, в зависимости от того, на какой стадии у них заявка, я это распределяю по папкам. И мне нужно было распределить 1500 аппликантов в понедельник-вторник. Казалось, что на это у меня уйдет много времени, но на это у меня ушел всего лишь день-два. Поэтому я быстро с этим справилась. Поэтому все, что я делаю, я прихожу. Первый час я отправляю все это, делаю все имейлы. В течение дня, если что-то придет, я отвечаю. Если мне нужно, например, рассерстать абитуриентов, я это делаю. Очень редко, когда приходится, может, раз в неделю максимум, раз в две недели, и все. И в основном просто беру с собой лаптоп, компьютер и что-нибудь сделаю свое. Доброе утро, сегодня вторник. У меня сегодня на завтрак каша. Вот, и я уже буду выходить через пять минут. Поэтому мне нужно есть быстрее. Сегодня у нас опять солнечно, что не может не радовать. Особенно, когда едешь на работу. Вот, и сегодня у меня еще волейбол. Вот, и сегодня у меня еще волейбол. Я, если честно, не понимаю погоду. Потому что утром у нас был ини, было очень холодно, и даже руки замерзли. Хотя уже апрель, и это очень странно для Британии. А сейчас так солнце светит, что я, в принципе, могу без пальто идти. Поэтому, что вообще происходит. Я иду домой, наконец-то. Спасибо большое, что посмотрели это видео. И увидимся с вами в следующем. Пока.